МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Единая карта для проезда на аттракционах. В Блокорейском лесу столицы Чувашии создадут электронную билетную систему. Вихревенцев в русском вальсе сквозь года. Чебоксарцы готовятся к акции «Вальс Победы». Уют как искусство. Мастера из Цивильского района превратили собственный дом в экспозицию народных промыслов. 80 лет стоят на страже закона подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел России. С 1937 года был создан специальный отдел по борьбе со спекуляцией и хищением социалистической собственности. Структуры и названия службы не раз менялись, но сотрудники всегда четко знали. Их задача – бороться с теми, кто путает свой карман с государственным. Залог успешной борьбы с экономическими и должностными преступлениями в тесном и эффективном взаимодействии органов власти и правоохранительных структур. «Республика выделяет нам деньги на развитие, на безопасный город, на ремонт. Все мы вкупе делаем для того, чтобы наши подчиненные работали в комфортных условиях, чтобы техника была. И мы понимаем, что от каждого сотрудника очень многое зависит для того, чтобы в том регионе, где мы работаем, обеспечить инвестиции, чтобы к нам сюда шли, для того, чтобы, зная, что здесь не обманут, здесь все те вложения, которые они будут производить, они пойдут только на пользу нашей Чувашской республики». Основная задача, стоящая перед властью и правоохранителями – исключение всевозможных вариантов казнократства чиновников. «Чтобы в сфере осуществления государственных муниципальных закупок, в сфере предоставления земельных участков, в сфере выделения бюджетных средств в разном направлении не оставалось никаких лазей». Благодаря слаженной работе сотрудников полиции в республике растет доля раскрываемых экономических преступлений. Теперь необходимо приложить все усилия для того, чтобы стопроцентное возмещение ущерба, причиненного государству, стало абсолютной нормой, отметил Михаил Игнатьев. «Лучшие сотрудники службы получили почетное звание, медали, дипломы и благодарственные письма». Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. И еще одна новость от силовиков. На территории Приволжского федерального округа сосредоточена самая большая группировка войск Национальной гвардии. Сегодня они обладают всем необходимым для оперативного решения задач – транспортной авиацией, армейскими вертолетами и силами спецназа. Часть группировки расположена в Чувашии. Сегодня глава Республики Михаил Игнатьев и командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии России Александр Порядин обсудили ряд вопросов. На территории Чувашской республики имеются ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и воинская часть. Главное, чтобы очередной этап формирования войск шел планомерно, считает командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии. Сейчас мы вступили в второй этап – перевод сотрудников СОБР, ОМОНа, авиационных подразделений от линии МВД, которые к нам пришли, на статус военнослужащих. Принимаем все силы и средства для того, чтобы это было тоже безболезненно, чтобы сотрудники нашли понимание, что, перейдя на статус военнослужащих, они не потеряли ни денежные содержания, ни свой статус бывший, и не были ущемлены. Вот сегодня я повстречался с личным составом ОМОНа, провел с ним беседу. Самое главное, чтобы и социальные пожелания не было у этих людей. Михаил Игнатьев, Александр Порядин обсудили и вопросы охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности. Ямочный ремонт в столице Чувашии идет полным ходом. Дорожные бригады латают дыры в асфальте круглосуточно. В качестве материала используют литой асфальтобетон. Как его изготавливают и проводят ли исследования состава в нашем сюжете. Тонны щебня, песка, минерального порошка и битума. Из них получатся не одна сотня километров новых дорог. Здесь производят около 10 видов смеси. Литой асфальтобетон – смесь, которую можно укладывать до минус 10 градусов. Он маразостойкий, влагоустойчивый, что позволяет комфортно укладывать и делать ямочный ремонт в осенний-осенний период времени. Сам литой асфальтобетон отличает от обычного асфальтобетона большим содержанием битумов и минеральных порошков. Что делает, как раз поэтому он называется литым, что не требует уплотнения. На заводе, как на кухне, смесь готовят по рецепту. Необходимые ингредиенты отправляют по ленте в сушильный цех. Там их разделяют по фракциям и отмеряют. Затем все попадает в специальный миксер. За точностью пропорции следит местный шеф-повар, оператор. Весь процесс полностью автоматизирован. Главное, да, температурный режим соблюдать, самое главное, и следить за качеством асфальта. А компьютер сам показывает, автоматизирует, где что случилось. И все, и стараемся устранить тот же момент. Сотрудники работают в две смены, в каждой по четыре человека. Ежедневно с конвейера сходит около 40 тонн литого асфальтобетона. Смесь разбирают, как горячие пирожки. Дорожные службы приезжают трижды в день. Кстати, этот асфальт идет на ремонт Чебоксарских улиц и федеральных трасс. Прямо на месте работники завода измеряют один из важнейших показателей – температуру. Она должна быть от 195 до 230 градусов. На этом проверки не заканчиваются. С каждой партии берут пробы, которые исследуют в лаборатории. Здесь оценивают два важнейших показателя. Прочность – выявляется степень деформации. И водонасыщение – впитываемость воды в асфальт. Это требование по ГОСТу до 0,5% должно быть. Если показатель водонасыщения не соответствует требованиям ГОСТа, то необходимо внести какие-то изменения или корректировку по составу. Испытания проводят и на стадии разработки рецептов смесей. Качество каждого ингредиента гарантировано. Отвечают на заводе. Через полтора месяца в мае в городских парках начнут работать аттракционы. Что нового ждет посетителей Лакреевского леса? Об этом далее. Сейчас в Лакреевском лесу сугробы и немногочисленные гуляющие. Картина изменится в мае. Все эти разноцветные конструкции придут в движение. К новому сезону на популярном еще с советского времени аттракционе Юнга обновили то, что специалисты называют пластиком. Это внешняя часть карусели, сиденье, корпус. На очереди солнышко и колокольчик. Продолжится начатое в прошлом году благоустройство парка. Заасфальтируют оставшиеся дорожки, обновят будки операторов каруселей. На все это из бюджета города в этом году парк получит 15 миллионов рублей. Впрочем, главное новшество – новый способ оплаты аттракционов. Теперь не нужно будет за каждым билетом стоять очередь в кассу. Посетители приходят в парк, подходят к кассе, покупают карточку, кладет на нее деньги и с этой карточкой ходят по парку и катаются на тех аттракционах, которые он выберет. При наличии данной карточки человек может пополнить свой баланс уже не в кассе, а в терминалах. В парке будут установлены два терминала. Вы можете в этих терминалах посмотреть свой баланс, посмотреть историю свою, на чем вы катались, на что тратили деньги. Вернуть деньги, если вам необходимо. Планируется, что электронная билетная система заработает с июня. Директор подчеркивает, такая схема вводится исключительно для удобства горожан. И сам вход в парк останется бесплатным. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Пришла весна, а это значит, что не за горами один из самых главных праздников – День Победы. 9 мая в Чебоксарах снова зазвучит вальс Победы. Белые рубашки, лента вплетенная в косы и юбки клеш. На первый взгляд может показаться, что в Победном танце кружатся не сегодняшние студенты, а их героические предки. К Победному вальсу жители Чувашии начинают готовиться за несколько месяцев. Это акция международная. Было интересно к этому присоединить. День Победы – это такой праздник. Каждый год мы относимся дальше и дальше. Но наш бизнес, наш долг – поместь его, хранить память об этом подвиге. Это именно дань тем людям, которые все это совершили. То есть, ну, дань, дань, дань победившим. По-моему, очень прекрасно, когда мы не забываем эти военные песни и в честь праздника мы будем танцевать вальс. Ко всероссийской акции Чебоксара присоединились два года назад. Станцевать для ветеранов вальс Победы может любой. В студии «Ритм» танцы мучат с нуля. И самое главное – абсолютно бесплатно. Владимир и Светлана Егорова из Цивильского района превратили собственный дом в экспозицию народных промыслов, где в качестве экспонатов выступают картины, игрушки и сувениры, сделанные своими руками. С творческой семьей познакомилась наша съемочная группа. Владимир и Светлана Егорова 30 лет проработали бок о бок учителями в школе. Он преподавал черчением, она – немецкий язык. Казалось бы, в доме педагогов везде должны быть учебники, книги, различные пособия и школьные тетрадки. А нет. Когда приходишь в гости, то словно попадаешь в другой сказочный мир. Ажурные салфетки на тумбочках, вышитые картины на стенах, вязаные подушки на диванах, игрушки и цветы из бисера и бумаги и даже витражи. Летом и весной времени на рукодели у творческой семьи не так много. Зато зимой – именно в ту пору, когда вьюга заунывно поет за окном, и рождаются самые душевные и теплые поделки. Для Владимира и Светланы нет ничего невозможного. Идеи для своих будущих работ находят в интернете. К примеру, недавно самостоятельно научились создавать схемы для вышивки по фотографиям. Сейчас мастерица принялась за свой портрет. Для компьютера забрать схемы, специальный компьютер для программы. Радуюсь, что моя жена умеет делать такие красивые вещи. В своем мастерстве она уже и меня перегнала. Для Владимира Васильевича любимым хобби остается резьба по дереву. Много лет он обучает своему ремеслу местных ребятишек. Вместе с ними участвует в различных выставках, занимает призовые места. Творческая семья Егоровых в этом году отметила коралловую свадьбу – 35 лет семейной жизни. А к золотой свадьбе цивильские умельцы обещают усвоить еще несколько видов рукоделия и устроить большую выставку своих работ. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Олег Якимов, Республика. Ровно сто лет назад, 15 марта 1917 года, Николай II, император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский, отрекся от престола. Это положило конец не только царствованию династии Романовых, но и монархии в России. Николай II стал 18-м и последним правителем из династии, которая царствовала в России 300 лет. При нем произошли ходынская трагедия и кровавое воскресение. Чрезвычайно неудачно велась и бесславно закончилась русско-японская война. В то же время в экономике Российской империи наблюдался подъем. При Николае II началась Первая мировая война, обнажившая все старые и новые проблемы государства. У царя не было поддержки в высших кругах общества. Многие его не любили и презирали за военные неудачи. Тогда император решил сам возглавить действующую армию. Ставка русского командования находилась в Могилеве, где Николая II и застала февральская революция. Спустя две недели, 2 марта, по новому стилю 15-го, на фоне непрекращающихся митингов и вооруженных столкновений, восставших с военными, Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, которому тоже не пришлось царствовать. Революционный совет Петрограда решил вообще отказаться от монархии. В театре оперы и балета Чувашия новый художественный руководитель. Им стал заслуженный деятель искусств Мордовии Сергей Кис. До назначения он был главным дирижером Государственного музыкального театра имени Яушева в Саранске. Напомним, ранее одновременно художественным руководителем и главным дирижером театра была Ольга Нестерова. На связи со всей страной национальное телевидение Чувашия уже неделю вещает в спутнике. В нашу редакцию ежедневно приходят слова благодарности от жителей республики. Раньше слушали, а теперь еще и смотрят. Семья Ярондайкиных в числе тех, кто внимательно следит за жизнью республики. Все новости, как сказать, в Чувашии что происходит, раньше надо было специально антенну ставить, или по радио услышать, или в газет прочитать. Сейчас телевизор включил, мы уже новости, сегодня же что произошло в Чуваксарах, в Чувашии вообще, мы можем, грубо говоря, уже посмотреть, узнать. Телезрители уже приготовили свои пожелания. Фильмы, концерты, тематические программы. Каждый член семьи с выбором уже определился. Я футбол хочу увидеть. Чуваший. Я сам играю до сих пор. За команду Рубин ветераны. Мне хочется свой чувашский футбол увидеть и по телевизору. Понятно, что возраст мой не молодые спортсмены, но себя посмотреть тоже было бы неплохо. Для тех, у кого есть спутниковая тарелка триколора, но нет национального телевидения, напоминаем, нужно сделать автонастройку. Передачу канала можно увидеть на 823 кнопке. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова